Пошаговая инструкция по ферментации табака в микроволновке для начинающих. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, что Такое ферментация табака Ферментация – процесс, при котором изменяется состав продукта за счет протекающих в нем химических реакций. Для изменений требуется соблюдение определенной технологии от сбора до сушки. Зачем она нужна? Благодаря воздействию температуры и влажности в растении происходят следующие изменения, улучшается. Вкус, аромат дыма становится более насыщенным и душистым, пропадает горечь, снижается крепость, уменьшается содержание. Смол, эфирные масла изменяют структуру и свойства, листья почти не впитывают влагу и становятся более устойчивы к плесневению. Зелень окрашивается в тона коричневых, бурых и оливковых оттенков, повышается горючий сырья. Для приготовления табака в домашних условиях эта стадия заключительная. Сушат его разными методами, каждый из которых влияет на свойства и качество продукта. Как ферментировать табак в микроволновке Ферментация табака в микроволновой печи становится все более популярным способом. Это объясняется простотой и легкостью метода. Разные режимы приготовления позволяют получать несколько разновидностей конечного продукта. Подготовка для изготовления курительного табака годятся зрелые, вовремя собранные листья. Они поспевают ярусами, от нижнего к верхним. Первый урожай снимают на 40-45 день после высадки культуры в грунт. Когда пройдет такой же промежуток времени, собирают следующий уровень. С каждого куста снимают 4-8 урожаев. Спелость листвы определяют по таким критериям. Цвет меняется от зеленого на светло-желтый. Пластина грубеет, приобретает липкий налет. На конце иногда проступают светлые пятна крахмала. Лист легко отделяется при нажатии на основании, ночью. Готовая к сбору, зелень не сворачивается и не прижимается к стеблю, а остается на месте. Собирают табак вечером сухого солнечного дня, до выпадения росы. Етапы подготовки. Листья сортируют, отбраковывают поврежденные, грязные, с признаками гнили и других болезней. Промывают под проточной водой. Сырье равномерно раскладывают, увлажняют из пульверизатора. Складывают в мешки, пакеты и оставляют в темном месте на 15-24 часа при температуре плюс 23, плюс 30 градусов. Допустимо просто сложить листья в небольшие стопки и накрыть мокрой тканью на 3-4 часа. Такое томление в первую очередь нацелено на избавление листвы от хлорофила. Дополнительно оно подвялит листья и смягчит, чтобы они не ломались и не крошились. После из каждой пластины рекомендуется удалить центральную жилку, так как она почти не поддается ферментации и портит аромат и вкус табака. В качестве эксперимента подойдет способ ароматизации табака вином. Для этого перед обработкой в микроволновке в его смачивают спиртным напитком и сушат 2-3 дня в пакете над отопительным прибором. Листья приобретут более насыщенный аромат с терпкими фруктовыми нотами. Предварительная сушка перед обработкой листья режут на полоски или оставляют целыми. Если они выглядят мокрыми, их немного подсушивают вдали от солнечного света. Пошаговая инструкция по ферментации для ферментирования крайне важно поддерживать температуру в пределах плюс 50, плюс 55 градусов, а влажность на уровне 60-70%. Микроволновка отлично подходит для обработки сырья с высоким содержанием воды. Пошаговые действия подготавливают чистые стеклянные банки подходящего размера. Листья разрезают тонкими полосками 1-2 мм и плотно укладывают в тару. Банки накрывают стеклянными крышками или блюдцами, ставят в микроволновку на полчаса. Сначала на 5-10 минут мощность выставляют максимальную, чтобы влага быстро испарилась. Затем резко снижают до минимальной. После окончания нагрева сырье достают из печи и оставляют до полного остывания. Так повторяют еще 3-4 раза. После завершения последнего этапа табак готов к употреблению. Его крепость снизится в несколько раз. Если при первой сушке на стенках банок образуется конденсат, листву вынимают и просушивают на воздухе. Тару на сухо вытирают. Важные моменты. Чтобы ферментация прошла успешно, обращают внимание на некоторые моменты, исходящие от листьев запах меда через 3-4 дня после. Ферментация свидетельствует о правильном выполнении технологии. Качественно подготовленный лист табака упругий, без зеленых пятен. После сжатия в кулаке он восстанавливает форму. Пригодное сырье золотисто-коричневого оттенка. Дополнительно снизит крепость и горечь табака провяливания в течение суток при комнатной температуре. Хранение готового табака. Когда табак полностью остынет, его достают из посуды и перекладывают в тару для хранения. Подойдут банки из стекла с крышками, жестяные коробки, специальные деревянные шкатулки или зип-пакеты. Любая тара обязательно должна герметично закрываться. В продаже есть керамические или стеклянные банки с резиновым ободком и защелкой на крышке. В них смесь держат более 6 месяцев, но периодически проверяют на сохранность свойств. Хранят табак в сухом и темном месте. Нельзя держать рядом с сильно пахнущими продуктами или веществами, чтобы не впитывались посторонние запахи. Стеклянные банки моют горячей водой и стерилизуют над паром в течение 15 минут. Когда они полностью высохнут и остынут, насыпают табачную смесь и закатывают. На каждую клеят этикетку с датой. По желанию в емкость с курительной смесью кладут чайные пакетики с различными добавками, стручковый ваниль или готовые ароматизаторы. Отзывы о таком способе ферментации. Микроволновка ускоряет ферментацию табака, заменяет печь или духовку. Пользователи делятся своими впечатлениями о ферментации таким способом. Галина, Г. Тверь, экспериментировала с десятками способов ферментации. Пробовала один раз сушку в микроволновке, но табак все равно был крепкий. Решила залить его кипятком на 2 минуты, откинула на сито и заново просушила. Это помогло довести листья до нужного состояния. Андрей, город Москва, ферментация в микроволновке ускорит старение табака лет на 10. Я помещаю его в небольшие баночки и держу при мощности 600W 2 минуты в режиме «грей». Потом достаю, остужаю и делаю еще одну просушку. Табак мягко и приятно курица. Сергей, город Хабаровск, табак для трубки или мини-кальяна готовлю при помощи микроволновки. Заливаю кипятком, отжимаю и просушиваю. Важно угадать со временем прогрева и влажностью. Заключение микроволновая печь позволяет проводить эксперименты на небольших порциях табака и набраться опыта начинающим. Листья проходят ферментацию в ускоренном режиме без потери вкусовых особенностей. Перед обработкой сырье подвергают тщательному отбору, подготовке и сушке. Ферментируем табак. Watch this video on YouTube. Продолжение следует...